Сейчас мы посмотрим на разные типы учителей в Майнкрафте и попытаемся найти свои. Я не знаю, какие преподаватели были у вас, но начнём мы с безумцев. О нет! Что он делает? Итак, класс, прямо сейчас мы вам покажем самодельную элитру. Не надо, подожди. Let's go! Нет! Возможно, она не рабо... Всё-таки она не рабочая. Следующий тип у нас больной учителя. Что? Может быть... А, учитель, который пришёл с импературой. Итак, здравствуйте. Вы заболели, может быть, она отменяется сегодня. Доброе утро! О боже! Всё-всё, не подходите, пожалуйста, сохраняйте дистанцию! Что он вытворяет? Пожалуйста, простите меня, давайте начнём! Давайте закончим! Не надо начинать такое, пожалуйста. Итак, скучный преподаватель. Интересно, какие самые распространённые преподаватели? Кристофер Коломб родился 25-го... Я чуть сам не уснул. Боже, приходи в мой офис. Следующий тип у нас злой учитель или преподаватель. После этого ролика напишите в комментариях, какой тип относится к вашему любимому учителю больше. Что? Во время занятия? Не отвлекайся! Во время занятия? Его дружбан стоит за окном, его отвлекает. Я, кстати, в такой ситуации был! Он его пытается... Не отвлекайся! Я как... Не отвлекаться! Он мне танцует за стеклом! Теперь он точно танцует за стеклом. Как он такой... Я сказал, не отвлекайся! Вау, вау, вау! Он аж взорвался. Дальше у нас... Выбрасыватель 3000? Что? Это что, какой-то раздатчик в реальной жизни? Выбрасыватель 3000? Окей, человек... Оу! Занимается запрещенными какими-то махинациями. Он достает телефон! Он начинает что-то... Он играет в поймай яблоко во время какого-то урока. Эй, ты! Я уверен, что там уже в тебя выбрасывают снежки. Так вот что значит выбрасыватель 3000. Это реально тот, кто выбрасывает вещи. Дальше у нас угрожающий тип учителей. Если вы не замолчите, я не отпущу вас домой. О, нет! Она... Как она посмела угрожать нам? Я могу делать это на протяжении всего дня. Пожалуйста, отпусти меня домой. У нее власть. У нее власть. Вот он в классе. У нее власти люди просто не выдержали. Если у вас есть учителя, которые тоже пользуются своей властью, напишите потом в комментариях, что именно они делают. Дальше у нас пугающий тип. Перестаньте играться. Да ладно тебе, что? Мы просто подеремся в классе. Абсолютно нормальное дело. Что с ним не так? Извините, это была шутка. Окей, учитель вдруг стал слишком грозным, страшным. И, иными словами, он просто пронзает своим взглядом. Окей, я прошу прощения. Есть такие учителя, которые смотрят на тебя в глаза, и тебе становится страшно. И дальше у нас имеется садист. Это тип учителей, которые любят издеваться над учениками. А могу я пойти в туалет? Давай, ну... Нет! В смысле нет? Но мне нужно срочно! Пожалуйста. Ты можешь пойти после занятий. О, я попадал в эти ситуации много раз. Итак, эм... Час спустя. Да тут уже целая джакузи. Эм... Надо было его отпустить. Ну, для вашего же блага, чтобы... Ладно, неважно. Эм... Сосредоточенный на себе. Итак, звоночек. Все по домам. Итак, продолжаем. Эм... Миссис Мэй. Но ведь урок закончился. Ты хочешь сказать, что мой урок недостаточно интересный? О, боже мой. Опа. Пришел спасатель. Пришел другой преподаватель. Эй. Что ты травмируешь детей? Пора уже домой. Звонок завершился. Дальше у нас идет любитель домашки. О, таких мы знаем. Итак, для вашего домашнего задания. Завершите с 11 по 16 страницу. Что? Но ведь это слишком много. 5 страниц. О, нормально. Вы шутите? Я сказал 5. Давайте 10. Поскольку у учителя есть власть, лучше ничего не говорить. Итак, дальше ленивый. Вот этих я люблю больше всего. О, пришел в пижаме. Как всегда. Делайте, что хотите. Спокойной ночи. Что? Он прям... Он в прямом смысле принес с собой свою кровать. Просто ему лень домой возвращаться. И он решил, ну я посплю прямо на уроке. Все. Свободный. Отлично. Что он идет делать? Он взял с собой кирку. Сейчас будет наводить суету. Он разрушил колокольчик, чтобы тот спал. Всю ночь. И в итоге что? Учитель так и проспал, не услышав звонка. Просыпается ночью, а? Что? Я в классе? Я же. Это сон. Наверное, это сон. Его еще и заперли в классе. Ужас. Просто ужасный день. Пришел поспать и даже поспать ему не дали. О май гад. И пошел дальше спать. Дальше у нас недовольный тип учителей. Я знаю таких учителей, которые всегда недовольны. Они всегда хотят лучше и больше. В принципе, в какой-то стороне это правильно, но... Итак, я принес на самое сочинение по английскому, которое мы готовили. Я несколько, наверное, дней над ним работал. Я не знаю. Пожалуйста. Это недостаточно хорошо? Перепиши? В смысле перепиши? Я и так это переписывал два дня. Ну, получается, да. Я с таким сталкивался. Если вы тоже, то пишите в комментариях. На следующий день он возвращается. Я переписал. Все, как вы и просили. Мадемуазель, пожалуйста. Порфавор. Возьмите мое сочинение по английскому, ладно? Давай мы договоримся. Не достаточно хорошо? Эй. Одну неделю спустя. Все. Уже из последних сил. Я писал. Это семь дней. Если там вода, то это мой пот. Так. Внимание. Ее реакция. Это плохо. Что? Тебе что? Нет. О, отличная работа. Что? Какой ужас. Дальше следует. Неинтересный учитель. Это просто. О, да. Тот самый. Он идет. Он идет. Давайте поиграем во что-нибудь. Итак, всем тишина. Что? В смысле тишина? Давайте продолжаем играть. Итак. Камень, ножницы, бумага. Я сказал тишина. В смысле тишина? Он ушел. И несколько моментов спустя. Итак. Он вернулся. И уже не один. Он с директором. Вы исключены. Дальше у нас имеется строгий тип учителей. О, я ждал этого с самого начала. Покажите мне всю правду про них на самом деле. Могу ли я взять твой ластик? Давай. О, май гад. Что ты тут делаешь? Не смей разговаривать во время моего занятия. О, май гад. На учителя телепортатора мы посмотрели. Пришло время посмотреть на учителя, которого любят все. Итак. Привет. Здравствуйте. Я не хочу сегодня вас учить. Он даже говорит в чате, давайте поиграем в Клэш-Рояль. Эм. Как-то так. Дальше у нас следует учитель по физике. Итак. Опа. Смотрите, практика. Практика на улице. Итак, дорогие. Сейчас я вам продемонстрирую гравитацию в действии. О, давай. Гравитация в Майнкрафте. О, что? О, я нашел какое-то открытие. Гравитации нет. Дальше у нас идет очень внимательный тип учителей. О, мне страшно. О, опаздываем. Да, братишка, часики тикают. И ты опоздал. Последний в классе. А урок-то уже идет. Почему ты слабо опоздал? О, она даже не смотрит на него. Как она услышала его шаги? Почему ты опять ешь печенье? О, я все. Здесь с ней ничего нельзя делать в классе. Она все услышит издалека. Итак, несите вашу домашку. Он ее не взял. Он ее, наверное, даже не... Ты опять не сделала свою домашку, да? Она... Как она это узнала? Она просто реально знает все. И дальше крутой учитель. О, я готов. Итак, заходит моднячий. Эй, друзья, я ваш учитель. Окей. Но вместо занятий я вас научу быть крутыми. Что? Окей. Эм, кажется, идет директор. Мистер Рик, пойдемте со мной в мой офис. После этого его никто не видел. Дальше у нас идет оскорбительный тип учителей. Эээ, оскорблять нельзя. Ответь на этот вопрос сейчас же. Один плюс один. О, моя голова. Это четыре? Неправильно. В смысле, я тоже... А, ладно, окей. Окей, да я пошутил. Я пошутил, конечно, не четыре. Камон. Все знают, что один плюс один это не четыре. Одиннадцать? Давай, давай. Неправильно? Да ладно, ладно, я пошутил. Она его ударила. Эээ, ладно, ладно. Один плюс один. Итак, я чувствую, как он уже дрожит. Сто одиннадцать, чувак. Она уже достала пистолет. Эээ, я даю тебе последний шанс. Итак. О, чертоги разума. Я думаю, что это... Давай, ну пожалуйста. Два, ура, спасибо. Он остался жив. Дальше следует эмоциональный учитель. И, да, есть такие учителя, которых легко можно ранить. Эээ, бактерии плохие. Но, мисс, бактерии есть и хорошие. Эээ. То есть ты хочешь сказать, что я недостаточно хороша? Нет. И мы ни в коем случае не хотели вас расстроить. Она обиделась, потому что ее поправили. Кстати, у меня такое было много раз. Дальше. Отвратительный тип учителей. Окей, он уже идет. Я уже чувствую... О, посмотрите на него. Здравствуйте, вы пришли откуда? Вы где спали ночью? Эээ, извините, я забыл свою книгу. Ладно, забыл. Эээ, можешь одолжить свою? Эээ, ну да, конечно, разумеется. Разумеется, заберите мою книгу и... Эээ, окей, он... Окей, можно оставить себе в принципе... Нет, возвращать не надо. Спасибо, она мне больше не нужна. Эээ, нет, можете оставить себе навсегда. О, божечки мой. Окей, судя по всему, одежда этого учителя как музей бактерий. 它...